Издание Прецедента опубликовали интервью с главным врачом новосибирской клиники Санитас, в котором врач заявляет буквально следующее. Вакцина спутник ВИП против коронавируса эффективна только в течение пары месяцев, а вот эпивак корона вообще не работает, то есть это 100% шмурдяк. Так, заметьте, на этот раз высказался действующий врач, а не какая-нибудь телевизионная болтушка типа Малышевой или Мясникова, в клинике Санитас, к слову, занимаются изучением и тестированием вакцин, помимо прочего. Вот вам мнение эксперта. Решать, конечно, вам, кому вы больше доверяете словоблудам из телевизора или практику от медицины, хотя у меня возникло вообще третье мнение. Похоже, фармацевты никак не могут поделить российский рынок и поэтому развязали информационную войнушку друг против друга. Ну что ж, если оно так, занимаем места в партере, запасаемся попкорном и смотрим, как эти жадины ядом будут плеваться, обливая грязью жижу, произведенную конкурентами, тем самым еще больше отталкивая и настраивая против прививок граждан нашей большой страны. Это, в общем, неплохо. Еще немного о жадности чиновников. Министр промышленности и торговли Мантуров в интервью ТАСС признался, что дополнительные мощности по производству вакцины «Спутник» достанутся двум компаниям бизнесмена Харитонина. Близкого друга вице-премьера Голиковой. Вот так вот просто, безо всяких тендеров и сразу двум компаниям одного коммерсанта, который совершенно случайно оказался приятелем высоко поставленной чиновницы, курирующей медицину, что топит за обязательную вакцинацию. Все еще думаете, что вот эта вот история, она про здоровье нации? Кстати, Харитонин уже не впервые светится в масштабных лоббистских проектах. А в бытности госпожи Голиковой министром здравоохранения, например, его предприятия наладили производство орбидола. Татьяна Алексеевна активно двигала тот орбидол в массы. Несмотря на то, что эффективность препарата не доказана до сих пор, он очень помог месье Харитонину стать долларовым миллиардером. Сейчас вот в производство вакцины товарищ активно ноздри мочит, причем довольно успешно. За полтора года пандемии друг тети Тани стал богаче еще на три с половиной ярда не рублей. Но тогда и принудиловки не было, а сейчас, ой, бери больше, кидай дальше воистину. Кому война, кому мать родна. Обязательно, впрочем, в этой ситуации другое. Они уже даже не стесняются демонстрировать на публику, что делают, но в общей беде деньги в связке с чиновниками и всем пофиг. В какой стране мира такое еще возможно? Да на истории не просто пахнет, а она воняет коррупцией. Ну и что, это ж Россия. У нас здесь все привыкли, что за воровство ордена и медали на грудь ворам вешают. Я вот сейчас сказал и сам вдруг задумался. И действительно мы привыкли. Мы уже не удивляемся, мы воспринимаем коррупционеров как что-то само собой разумеющееся. Вот это, друзья, и называется деградацией общества. А это реальная журналистика. Поехали! Привет, дорогие друзья и гости этого канала. Если вы еще в статусе гость, то рекомендую вам подписаться. Ссылочка будет в описании. Так как основной канал наш заблокировали за то, что мы говорим правду и называем вещи своими именами, и мне пришлось создать еще один канал под названием Дневник оппозиционера. Я являюсь оппозиционером в квадрате, так как не поддерживаю ни одну из оппозиционных сил, потому что вся системная оппозиция – это клоунада. На этом канале мы регулярно освещаем самые актуальные и свежие новости, которые происходят в стране и в мире. Мы ищем стратегию решения любого политического кризиса. В общем, я рекомендую и канал «Реальная журналистика» подписаться на канал Дневник оппозиционера. Вопрос с принудительной вакцинацией в ряде регионов по-прежнему остается открытым. Люди спрашивают, что делать. К тому же количество таких регионов каждый день увеличивается, и даже там, где о принудиловке официально не объявлено, народ все равно заставляют прививаться под угрозой увольнения. Ну вот простой пример, теща моя. Работает в Екатеринбурге на крупном предприятии по производству косметики. Не ошибусь, если скажу, что оно крупнейшее в России в данной отрасли. Так вот, обязательную вакцинацию в Свердловской области никто не объявлял, а их, тем не менее, гонят. Дуй вакцинироваться или на работу перестанем пускать. Слушайте, принципиально... Это вот особенность наша такая национальная, лизнуть начальнику, что может быть важнее. Даже когда не просят, мы все равно готовы напомнить о своем мягком, шершавом языке. Ну да я отвлекся. Люди действительно спрашивают друг у друга советов, и их можно понять. Многие боятся этой прививки, потому что путинская шайка сделала все, чтобы боялись. Да продолжают. Сейчас вот к угрозам перешли. Например, вот я точно знаю, что человек, когда устраивается работать поваром, ну вы устраиваетесь работать поваром в детскую столовую, в школьную столовую. Вам нужна санитарная книжка. Она обязательная? Обязательная. Обязательная. За ее отсутствие штрафуют даже? Конечно. То есть, но вы можете не идти работать поваром. А вот и наглядный пример, пожалуйста, Песков стоит и нагло врет. Я даже слова не могу другого подобрать, именно врет, потому что... Но вы-то сами знаете, что никакого выбора нам не оставляют. Прививайся, увольняйся, все. И речь, конечно же, не только о поварах, о которых брехал Чинуша. Им нужны показатели, и они добиваются оного любыми способами. В данном случае решили давить на работодателя, о чем выше сказал. Посредством системы штрафов вплоть до закрытия. О каком доверии? К вакцинации в такой ситуации можно говорить. Враньем и угрозами доверия не добиться, а поэтому я буду продолжать давать советы, как этому беспределу противостоять. Погнали! Очень интересную идею прокинула моя коллега, блогер Аксинья Гурьянова. Что она предлагает? Коль скоро начальник на работе требует от вас прививаться, именно требует. Требуете взамен оплаты прохождения полного медицинского освидетельствования. Но вы же должны знать, есть у вас противопоказания к вакцине или нет. Речь идет о вашем здоровье на минуточку. Так вот, еще раз. Раз работодатель принуждает к прохождению медицинской процедуры, ты вправе потребовать от него оплаты предварительного обследования. Любой суд встанет на вашу сторону. Если дело дойдет до суда, поверьте, это сработает. Вы представляете, сколько стоит такое обследование? Я думаю, тысяч тридцать, а то их все пятьдесят. Внимание, вопрос. А работодателю такие траты нужны? На нем и так всю пандемию ездят? Конечно, он тут же переадресует этот момент в Роспотребнадзор. В областной Минздрав еще куда-то скажет. Господа, выделяйте тогда деньги. И только после этого требуете от меня привитых сотрудников. Нет денег и нет мультиков. И будет прав. По крайней мере, при таком раскладе у предпринимателя появятся возможности пилировать. Поэтому требуйте. Глядишь, и отстанут в конце концов. А то, что денег на массовые обследования в бюджете не найдется, это железо бетонно. Они же привыкли только хапать. Они не умеют отдавать. Вот мы и поставили вакцину. Первое время я чувствовала себя хорошо. Никаких отклонений, ничего не замечала. Сейчас чувствую себя ужасно. Трудь даже говорить. Однако на этом я бы не останавливался. Теперь, что предлагаю лично я. Друзья, не поленитесь. Дайте анализ на наличие антител у себя в организме. Особенно это касается жителей крупных городов. Полтора года мы ведь живем в условиях пандемии. Поэтому допускаю, что огромное количество людей вирусом уже переболело. Вы просто не знаете об этом. Ну не каждый, кто два раза кашлянул, бежит в поликлинику. Отлежался пару дней дома и вся недолга. Поэтому у многих эти антитела наверняка есть. Так вот, получаете справку. Приносите начальнику на работу и говорите. Дорогой начальник, у меня иммунитет. Мне не нужна прививка, если он продолжает настаивать, что нужна хорошо. В письменном виде приказ, пожалуйста, в приказе отразите, что вы в курсе о наличии у меня антител к коронавирусу. И тем не менее, вы приказываете мне пройти процедуру искусственного заражения или вакцинации. Поверьте, ни один руководитель, если он не идет, конечно, не станет такую бумагу подписывать. Случись, что с вами после укола это для него путевка в тюрьму, есть в уголовном кодексе. Такая статья умышленная, причинение вреда здоровью, как думаете? Захочет ваш начальник на себя такую ответственность взять, уверен, что нет. И, скорее всего, он снова переадресует вопрос туда, в Роспотребнадзор, в областной Минздрав, губернатору и так далее, скажет то же самое. Ребят, письменное распоряжение мне от вас нужно, что сотрудники с антителами также должны быть провакцинированы. Они никогда такую бумагу не напишут, потому что, обратите внимание, они ни разу не брали на себя ответственности ни за что. Всю пандемию российские власти химичат чужими руками, ни разу, подчеркиваю, ни разу они не взяли на себя ответственность за происходящие процессы. Простой вопрос к тем, кто уже привился. Вам ведь перед тем, как поставить укол, давали что-то подписать. Что там было написано, не напомните? Хорошо, сам отвечу. Там не было такого, что в рамках программы обязательной, как будто бы вакцинации в таком-то регионе и бла-бла-бла. Там было по-другому. Я, Иванов Иван Иванович, расписываюсь в том, что прививаюсь добровольно, по своей воле. Почему? Как думаете? Вот и подумайте. Самый разгар эпидемии людей не прививают. Человек должен быть абсолютно здоров, особенно от данной болезни, иначе это его может просто убить. И, кстати, да, вот эта женщина, медик из Калининграда, очень правильно сказала. В период обострения людей не прививают. Почему? Дурачки только думают, будто вакцины это лекарство, убивающее вирус. Вирус нет. Вкалывают вам сам вирус или его компонент для того, чтобы организм начал с вирусом бороться, начал вырабатывать антитела. А теперь представь. Период обострения. Вполне возможно, что ты этот вирус уже где-то хапнул вчера в метро, скажем. Но ты об этом еще не знаешь, потому что у инфекции есть инкубационный период. Однако организм твой. В этот момент зараза уже борется. То есть организм ослаблен. Что делаешь ты? Идешь и колешь себе еще одну порцию вируса. А о последствиях сам не догадываешься. Впрочем, если совсем на пальцах. Но представь, ты ввязался в драку и противник силен. Тебе бы с ним-то как-нибудь справиться. А тут раз и второго противника против тебя выставляют. И все. Думаете, это была реальная журналистика? И семь раз отмерь один отрежь. Очень правильная русская поговорка, надо сказать. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты. Приветствуются. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова